Добрый вечер! Сегодня у нас сороковой урок по книге Шмот, находимся в главе Итро, говорим о Синайском откровении, подходим близко, совсем близко к десятисловию, декалогу, не к десяти заповедям, поскольку заповедям там явно не десять, там есть Асэр и Тадиброд, десять лечений, десятисловий. Глава 19, стих 7. И пришел Муше и созвал старейший народ и изложил им все эти слова, которые Бог заповедовал ему. И ответил весь народ вместе, все, что говорил Бог, исполнил. Согласно. И передал Муше слова народа Богу. И сказал Бог Муше, я приду к тебе в гуще облака, чтобы народ слышал, как я буду говорить с тобой, и тебе также поверят навсегда. И передал Муше слова народа Богу. И сказал Бог Муше, иди к народу, и освяти их сегодня и завтра. Пусть выстроят свои одежды. И пусть будут готовы к третьему дню, потому что в третий день на глазах всего народа Бог сойдет на гору Синай. Итак, если то, что будет в дальнейшем, это непосредственный контакт, то есть не то, что Всевышний будет говорить исключительно с Муше, но и весь еврейский народ, хотя бы на короткое время, будет слышать точно так же, как слышал это Муше, то для такого прямого контакта, для пророческого контакта, по сути, необходимо приготовление. Какие? Как выглядит здесь раши, если так, если они требуют, чтобы я говорил с ними прямо, сказал Всевышний, тогда пойди к народу и приготовь их, освяти их, то есть приготовь их. Передай им, чтобы они готовились сегодня и завтра на третий день. Сегодня подготовка, завтра подготовка, на третий день будет откровение. В чем эта подготовка? Иди к народу и освяти их сегодня и завтра. Пусть выстирают твои одежды, не имеется в виду, что нужно было стирать одежду для того, чтобы была чистая одежда и парадная. Имеется здесь в виду другое. Имеется здесь в виду тара, то есть нет буквально перевода на русский язык, ритуальное очищение, то есть нужно было окунуть одежду в микве и самим тоже быть теорием, самим тоже нужно было очиститься. И поэтому идет и следующее сейчас требование, чуть ниже, как там сказано. И проведи границу для народа вокруг горы, говоря, берегитесь подниматься на гору и прикасаться к ее краю. Каждый, кто прикоснется к горе, должен умереть. Как умереть? Не коснется того рука, и пусть он будет побит камнями, либо сброшен со скалы. То есть для того, чтобы те, кто должны его умертвить, сами не поднимались на гору. Ската ли, человек ли, пусть не оставит в живых. И когда же затрубит рог, они поднимутся на гору. И спустился Мушец горы к народу, и осветил народ. И они выстерли свои одежды. И он сказал народу, будьте готовы к трех дням, не приближайтесь к женщине. Значит, для того, чтобы таара, чистота, соблюдалась, то необходимо было еще прекратить физическую близость к женщинам на три дня. 72 часа. Это более-менее понятно. Как выглядит здесь раши. Все эти три дня необходимы для того, чтобы женщины тоже могли окунуться в микро, как и мужчины. И на третий день были абсолютно чисты, теории, то есть были полностью готовы, возвышены и очищены для получения торы. Но вот то, что в середине сказано, оно не очень понятно. Зачем это нужно было? В чем можно ли понять идею, которая заложена в этом? Проведи границу для народа вокруг горы, говоря, берегитесь подниматься на гору и прикасаться к ее краю. То есть на горе произойдет откровение. Ну, хорошо. Почему такие страшные запреты? Чтобы проведите границу. Берегитесь подниматься на гору и прикасаться к ее краю. Каждый, кто прикоснется к горе, должен умереть. Почему? Не коснется того рука, и пусть он будет, даже когда те, кто должны будут его бить, тоже не должны подняться на гору. И не только человек, человек ли или даже скот, то есть даже если туда какая-нибудь овца забредет, то тоже нельзя дать ей возможности ходить там на этой горе. В чем дело? Почему это так? Можно ли вынести отсюда какое-то понимание? Аравирш останавливается на этом вопросе подробно и в своем комментарии к Торе, и в своей книге о календаре, когда он говорит о празднике Шивот, о дне получения Торы. В обоих местах он говорит приблизительно одно и то же. Еврейский закон – это единственная система законов, не созданная самостоятельно тем народом, конституцией которого ей предстояло стать. То есть Тора, еврейский закон, не создана еврейским народом. Иудаизм – это единственная, в кавычках, религия, порожденная нечеловеческим существом и ищущим в ней духовную основу своей жизни. Вот именно это объективное качество еврейского закона, еврейской как бы религии делают их уникальными, четко и недвусмысленно противопоставляя их остальным явлениям на земле, носящим имя закона или религии. Немножко трудно здесь продраться через слова. Постараемся объяснить это более просто. Человек в процессе своего познания, каждый раз, когда он сталкивается с чем-то ему до сих пор незнакомым, он начинает изучать, рассматривать это нечто незнакомое и старается, в этом-то, собственно говоря, и заключается процесс его познания, старается свести это к чему-то ему уже знакомым. Он встречает какую-то, предположим, даже когда человек открывает книгу, что ему незнакомо, он открывает эту книгу, листает несколько страниц, читает. А, это психологический роман. Следующая книга представила, а это фантастика. То есть, человек разложил по полочкам, и в тот момент, когда он разложил каждую вещь на свою полочку, ему уже становится удобно, комфортно. То есть, вот такой процесс познания, когда мы сталкиваемся с чем-то незнакомым, и сразу стараемся это свести к чему-то знакомому, то есть, сказать, что вот эта вещь, которую мы сейчас начинаем изучать, с которой мы начинаем сейчас знакомиться, она часть чего-то целого, такого целого, которое нам, в общем-то, уже известно. И тогда, тогда нам становится уже хорошо, мы уже спокойно смотрим, это комфортно, нам уже не мешает, что мы этого не знаем, мы уже знаем, это вот так. Это естественно для человека. Поэтому, когда человек сталкивается и с Торой, с которой он раньше не был знаком, то он тут же, естественно, инстинктивно старается свести это к каким-то ему уже знакомым явлениям. Что такое Тора? А, это еврейская религия. Человек знает, есть религии. Есть христианская религия, есть буддизм, есть… А это еврейская религия. Христиане на Пасху едят кулич, а мы на Пасху едим или на Пасху едим к мацу. Все, сразу успокоилось. Они читают «Отче наш», а мы говорим «Шма Исраэль». Все, у них религия, у нас религия. И вот здесь вот есть определенная проблема, потому что на самом-то деле мы сталкиваемся здесь с явлением уникальным, которое не входит в эти самые рамки и не… И в тот момент, когда мы его классифицировали как религия, мы в результате начинаем… И наше понимание его искажается. Что же делать? Есть такая известная староеврейская история о том, как рассказывают, что брестский раввин, брестский раввин соловейчик, когда в его семье пекли мацу перед Пасхом. Это было очень большое, очень серьезное дело с многочисленными устражениями. И вся семья приходила в пекарню для того, чтобы наблюдать за всем процессом выпечения мацы и помогать ему. И вот туда напросился к ним какой-то один парень, который хотел поучаствовать в выпечении их мацы и помочь им. Ну, ответственной должности ему не дали. Но сказали, вот в самом конце производственного процесса, там, где упаковывают уже мацу, часть мацы приходит целая, а часть мацы приходит уже сломанной. Так вот, задача твоя в следующем. Из обломков мацы, если ты видишь, что ты составляешь из них целую мацу, и видишь, что вот это вот обломки одной мацы, так, собирай это вместе и клади в коробку. А если те обломки, которые не подходят, так, то их не бери, это не наше. В конечном итоге, когда уже стали упаковать и взвешивать мацу, оказалось, что вообще обломков, не попавших в коробку, там просто не было, не осталось. Все, слушая, на обломки он упаковал. Вот спросили, как это так? Все обломки подошли, все обломки подошли друг к другу так, что из них можно было составить целую мацу? Он говорил, да, конечно, те обломки, которые подходили, подходили. Те, которые не обходили, я их обламывал, и тогда они подходили. Так вот, также приблизительно человек, который обязательно-обязательно настаивает на том, чтобы вот такое вот непонятное, незнакомое ему явление, и постараться положить, расставить его, поставить его на свою полочку и классифицировать его тут же и сказать, ага, это похоже на религию, значит, это религия, то в результате это все равно, что обломать самые концы, углы, края этой мацы так, чтобы она подошла. Но она теперь обломана, это не совсем то. Что такое религия? И почему Торо – это не религия? Религия – это потребность человека. И на Земле существуют сотни и тысяч религий, и они постоянно создаются. У человека есть потребность, безусловно, творить себе религию. Это его потребность, и эту потребность человек удовлетворяет самых-самых испокон веков. И ее удовлетворяют от самых примитивных племен в Африке, которые лепят себе борщков из хлебного мякижа или из глины, обмазывают их кровью, и вплоть до самых-самых возвышенных философских религий. В конечном итоге это потребность человека. Слово «религия» происходит от итальянского религара, то есть связь, отношение. Человеку необходимо чувствовать себя относящимися к чему-то, что выше него. Это психическая потребность человеческой души, и человек ее удовлетворяет, создавая себе религии. Понятно, что точно так же, как и все создания человеческого духа, они соответствуют культурному уровню человека, который их создает, и они отражают тот самый его культурно-духовный уровень точно так же и религии. Они никогда не возникают. Люди создают религии для того, чтобы удовлетворить эту свою потребность в духовной связи с кем-то и с чем-то, кто выше них. Эти религии обрастают обрядами, обычаями. И понятно, что поскольку они отражают духовный мир людей, который их создал, то религии эти со временем устаревают, пока не приходит какой-нибудь реформатор и не начинает их продвигать, то есть сделать их более подходящими к новому духу времени. Кстати, то, что религии устаревают, это не значит, что они становятся хуже обязательно в этом отношении. Это вопрос не хуже, не лучше, а просто неподходящие ко времени. Это один из стереотипов, которые существуют у людей, считать, что все, что новое, это прогресс, а ко всем, что старое, это антипрогресс. А в новом всегда есть то, что новое более прогрессивное. Прогресс – это движение от той точки, в которой мы не хотим быть, к той точке, в которой мы хотим быть. Но это вовсе не значит, что та точка, к которой мы хотим быть, она лучше, чем та точка, от которой мы ушли. К примеру, классики марксизма-ленинизма, применяя законы диалектики, говорили о том, что если раньше, скажем, люди жили в олигамии, раньше у людей не было семьи, и все жили просто таким первобытным статом, то в дальнейшем, когда будет достигнут коммунизм, то есть прогресса, к точке зрения, мы снова вернемся к отрицанию семьи, и к уничтожению семьи только… То есть мы вернемся не в первобытное стадо, а на более высоком уровне, но вернемся уже к тому, что были. Тот, кто считает, что это хорошо, для него это прогресс. Тот, кто считает, что существование семьи – это хорошо, для него это регресс, но это, безусловно, должно было быть движение во времени. Так что не все то, что более новое, оно лучшее, но оно новое, оно другое, и поэтому религии всегда устаревают в какой-то момент, и всегда находятся реформаторы, которые их реформируют для того, чтобы сделать их более подходящими духу времени в той или иной степени. Вот с иудаизмом это не так, по одной простой причине, потому что не человеки Тору создали. Тора – это не деяние рук человека, и это не плод мыслей человека. Тора – это откровение Бога людям. Поэтому она не отражает никоим образом духовный уровень людей, которым она была дана тогда в Синае в 2448 году от створения мира, в 1312 год до так называемой Новой Эры. И вот об этом пишет здесь Раввирш. Это делает еврейский закон, полученный в абсолютно идеальном виде, единственным культурным явлением, которое можно считать катализатором всех других явлений прогресса. Остальные религии, своды законов, зарождались в умах людей данной эпохи. Поэтому они выражают представление о Боге, о человеческой судьбе, отношении к Богу и друг к другу, как их понимало данное общество в определенный период истории. Поэтому все эти созданные человеком религии и кодексы, подобно другим аспектам человеческой цивилизации, искусству, народным обычаям, в течение времени подвергаются изменениям. Это понятно, естественно. Как культура и искусство любого народа, они развиваются и протерпевают изменения со временем, точно так же его религия. Ибо в силу своей природы и происхождения они не что иное, как выражение уровней, на которые поднимается цивилизация на различных этапах человеческого развития. Может быть, поднимается, а может быть, и понижается тоже. Почему бы нет? И то, и другое, безусловно, возможно. Не таковы еврейская, в кавычках, религия, еврейский закон. То есть религии-то нельзя это назвать, потому что Тора не является потребностью человека. И Тора не отражает уровень и духовный мир людей, которым она была дана. Наоборот. Они не произошли от верований, владевших людьми в тот или иной период. Они не являются ограниченными во времени человеческими представлениями о Боге, о земном и божественном. Потому что они дозованы самим Богом. Они содержат идеи, которые по воле Бога должны были на вечные времена формировать представление людей о божественном. Но прежде всего о человеке и о делах человеческих. Как много раз говорилось, Тора – это не книга человека о Боге, а Тора – это скорее наоборот. Это книга Бога о человеке. Куда больше Тора раскрывает для нас человека и взгляд Бога на человека, чем взгляд человека о Боге. В отличие от религий, которые являются именно взглядом человека на Бога и мыслью человека о Боге. С самого начала закон Бога противостоял естеству того народа, среди которого он должен был впервые утвердиться на земле. Мы видим. То, что рассказывает Тора. Еврейский народ с большим трудом, хотя здесь Насиная с большим воодушевлением понимает, все, что сказал Бог, мы сделаем. Обещание было дано? Да. С большим воодушевлением? Да. И что в дальнейшем? И уже через 40 дней всего лишь пытается еврейский народ сбросить с себя ограничения, которые дает ему Тора. И так в дальнейшем, раз за разом, на протяжении всех 40 лет пребывания в Египте и в дальнейшем уже после завоевания страны Израиля, когда еврейский народ раз за разом склоняется к местным религиям, к идолпоклонству, язычеству, богобожию и так далее, в заповеди Торы все время еврейский народ борется с ними. Очень трудно проходит принятие этого. Если бы Тора была отражением, если бы Тора была созданием людей, людей той эпохи, отражением их внутреннего мира, тогда она вошла бы в еврейский народ куда более естественно и куда более гладко. Мы видим, нет. Есть постоянная борьба против Торы. Человек все время пытается сбросить с себя Ермо Тора или, по крайней мере, хотя бы частично облегчить его. Трудно ему, тяжело ему. Тора требует от человека много того, что ему не очень хотелось бы, чтобы от него требовалось. Я уже не говорю о том, как ученые сталкиваются здесь с большой проблемой. Откуда эта проблема? Ну вот из той самой притчи про мацу, потому что стараются обломать эту мацу. Иудаизм – это же религия. Религия, она проистекает из среды того народа, который ее создает, и отражает уровень, культурный, духовный уровень людей, которые создают. Так вот, как это может быть, чтобы в то самое примитивное время, как Тора, по утверждению Тор, возникает, иудаизм, 1312 год до Новой Эры, как же может быть, вдруг, книга такого высокого полета и религия от такого высокого уровня? Не может она появиться на том культурном уровне, который был тогда на Ближнем и Среднем Востоке. Не может она появиться, потому что совершенно не соответствует, если посмотреть все то, что окружает книги, верования других народов, которые вокруг. Все это очень-очень далеко от этого. Как же это может быть? Не может быть. Ну, отсюда, как ученый делает вывод, значит, Тору нужно переместить в другое время, значит, она возникает не тогда, когда она утверждается, 1312 год, а, скажем, лет через 600-700, где-нибудь там поближе к грекам, греки же были образованные люди, европейские, культурные, вот тогда еще где-то там что-то может такое возникнуть, но не в то же примитивное время, когда по утверждению Тора она возникает. Ну, это тот же самый грех недопонимания, когда в результате того, что сначала постулируется, что Тора – это создание человеческого ума, а и тогда, естественно, человеческий ум, который был тогда, в 14 веке до новой эры и его уровень культурных людей тогда не соответствует тому, что написано в Торе. Что же делать? Конечно, но в том-то и дело, Тора была дана, дана свыше, это не человеческое создание, это создание Всевышнего, который спустил его в наш мир и дал его для того, чтобы навеки, соответственно, Тор отсюда, получается, мы понимаем и следующая вещь, что Тора неизменима, она не будет изменяться и она не должна изменяться, потому что она и не должна соответствовать духу времени, ибо она не возникла в определенное время и не отражает какой-то культурный уровень. Поэтому никакие веяния, никакие изменения в человеческой культуре не влияют и не должны влиять на Тору. Поэтому мы и говорим, что Тор – это на самом деле это не религия, это совсем другое. А что это такое? Бывают люди, которые услышат, это начинают возмущаться. В Бога верят, верят, в Бога молятся, молятся, ну, значит, религия. Если есть четыре ноги, это значит заяц. Обязательно заяц, четыре ноги, это может быть еще что-нибудь. То есть мы здесь имеем дело с чем-то уникальным, который вопрос, а что это такое? Ответ Тора. А что же такое Тора? Тора – это Тора. И ни под какую крышу я ее подставить не могу, ни под какую полочку я ее поставить ни на какую полочку я ее расставить и разложить не могу. Это явление уникальное, как уникальный творец мира. Он тоже никому ему невозможно уподобить, он исключение из всех правил, нельзя его определить, нельзя его поставить в какие бы то ни было рамки. Точно так же и Тора. Вот поэтому начинаем понимать, почему при даровании Торы было так строго оговорено, что гора Синай должна быть очерчена вокруг нее граница, и ни в коем случае никакой человек не должен был эту границу приступать. Донести до всех в самых очевидных, самых категоричных выражениях уникальность, характеризующую суть и происхождение этого закона с самого начала его появления в мире, такова цель приготовления, указанных в тексте Писания. Отсюда все эти приготовления. Не просто нужно было выстирать одежду, чтобы воротничок был свежий, совсем другое. Закон должен был вот-вот дарован народу, и его дарование следовало ожидать в течение трех дней, не сейчас, не через 10 минут, не через 15, и даже на завтра, на утром, через три дня. Чтобы оказаться достойными даже простого его ожидания, людям предстояло осветить свои тела и одежды, должна была быть Таара, полная, абсолютно, духовная чистота. Другими словами, они должны были стать достойными закона. символически осознав внутреннее и внешнее возрождение своей жизни, которое призван осуществить закон. Причем здесь возрождение жизни, в этом, собственно говоря, символика погружения человека в микру, когда он погружается в воду полностью, целиком, так, что его не видно, и потом выныривает снова из воды, то есть он, в общем-то, рождается, как бы рождается заново. Различия между народом, готовым получить закон, и источником, из которого они должны его получить. Вот народ – это одно, а вот источник, из которого придет Тора, это совсем-совсем другое. Оно и подчеркнуто физическим разделением. Место, откуда должен явиться закон, должно быть четко ограничено и отделено от них. Оно должно быть поднято во внеземную ввысь. Это там, может быть, там, на горе Джамалунгма в Гималаях. Да нет, в Синае это все плоскогорье, особо-то гора Синай ничем таким особым, выдающимся не выделялась. А чем же тогда это превращается в такую совершенно небесную ввысь? То, что ни человек, ни животные не могут ступить туда. И даже коснуться этого места, иначе не суждено о гибель. И только когда дарование Тору уже завершится, вот тогда это становится самым обычным местом. Это не превратится в какое-нибудь святое место. Вместо паломничества, вместо, куда люди будут приходить. Да нет, обычное. И сразу после этого, как там сказано в Туре, что после того, как Тора будет дана, можно уже будет подниматься на гору, можно будет там пасти овец, и кос тоже можно будет там пасти сколько угодно. А, и святое место. Нет, местное святое. Вот сейчас в момент дарования Торы оно святое, то есть возвышенное, отделенное абсолютно от людей, и стопа человека не должна там ступать. Ибо для того, чтобы подчеркнуть, что Тора пришла не из среды человека, она пришла к человеку, как написал Тора в вирусах чуть выше, было необходимо доказать силу закона именно этому народу, и как раз то сопротивление, на которое натолкнулся закон, является самым убедительным доказательством его божественного происхождения. Закон возник не в народе, а он пришел к народу извне, и потребовалась длительная борьба, пока народ не воспримет этот закон. Поэтому и гора Синая была отделена. Тора приходит к народу, она не зарождается в среде народа. Так объяснил Раввиш. И вот на третий день с наступлением утра громы и молнии и густое облако на горе и очень сильный звук шофара. Шофар бараний рок. И содрогнулся весь народ встать. И Мошия вывел народ из Таня навстречу Богу, и они стали под горой. Вайамду бетахтит агар. И стали они под горой. Раши обращает наше внимание, когда это было на третий день, с наступлением утра, уже громы и молнии, густое облако на горе, то есть всё то, что сопутствовало Шхине, присутствию Всевышнего, появлению Всевышнего в этом мире, всё это уже с раннего утра. Люди только встали утром, а Шхина уже была на горе Синая. Говорит, Раши, это учит нас тому, что Всевышний опередил сынов Израиля и ранним утром уже их ждал. Понятно, что у смертных подобного нету, чтобы король ждал своих подданных, чтобы сначала пришёл король и ожидался, пока уже придут к нему свои подданные, его подданные такого у смертных нету. Здесь Всевышний упредил и вышел дальше «И Мошея вывел народ из Тана навстречу Богу». Говорит, Раши, эти слова говорят о том, что Шхина вышла им навстречу, когда выходят навстречу, нельзя выйти навстречу тому, кто стоит на месте. Это не выход навстречу, навстречу идут тому, кто приближается к нам. Поэтому, Раши, если сказано, что Мошея вывел еврейский народ навстречу Всевышнего, это значит, Всевышний к ним приближался. То есть, эти слова говорят о том, что Шхина вышла им навстречу, как жених выходит навстречу невесте. Стоит обратить внимание, если присутствуют на свадьбе людей, которые хорошо знают и строго соблюдают законы и обычаи, то можно увидеть, что первым приходит под хупу жених, затем приводят невесту, и в тот момент, когда приводят невесту, жених делает несколько шагов, хотя бы символических, навстречу невесте. Так это правильно. Не все женихи об этом знают, а даже те, которые знают, не все об этом помнят, потому что в этот день голова у человека работает не совсем не совсем национально, но по крайней мере, кто владеет собой и помнит, то он сделает эти шаги навстречу невесте. Точно так было и здесь. Шхина вышла им навстречу, как жених выходит навстречу невесте. И дальше сказано «Вайамдул бетахти Таар». Имеется в виду у подножия горы стояли. А Медраж говорит, гора отделилась от своего основания, поднялась кверху, то есть законы гравитации в данном месте перестали действовать, и нависла над ними, над еврейским станом, подобно корыту лохань. То есть они стояли, нужно понимать это буквально, они стояли в подножии горы. Так? А как можно стоять в подножии, на подножии стоит гора? Подножия просто, гора поднялась, вот они и были подножиями. То есть гора нависла над ними, если раньше пользовался здесь аллегорией жениха и невесты, то вот если Всевышний как жених выходит навстречу еврейскому народу, который подобно невесте, подходит к нему, но осталось подходит. А где ж тогда хупа? Ну вот она и хупа, нависла гора Синай. Здесь есть одно любопытное обстоятельство. Одна из недавно изданных книг на русском языке в своем примечании здесь на месте пишет так. Парадоксальным образом, парадоксальным образом Медраж кажется более буквальным, чем простой перевод. Простой перевод у подножья горы, а Медраж в подножье горы, то есть буквально как написано, так и надо понимать. Раши полагает, что полноценное понимание стиха, переводчик должен как-то объяснить, а как так может быть? Раши полагает, что полноценное понимание стиха не может быть достигнуто без упоминания преданий о том, как сыны Израиля приняли тор, то есть зачем ему нужно было это произвести? Ну как же, есть у нас такое предание, что стояли под горой, а гора нависло над ними как корыто, ну вот поэтому Раши его и сюда приводит. Это, конечно, ужас, потому что, опять же, откуда это происходит? Из того, что где-то уже несколько десятков лет все переводчики на русский язык начали переводить так, у нас есть Пшат, есть Драш, это два самых первых уровня понимания торы. Ну и издели переводчики иначе говорят, Пшат это буквальное понимание, а Драш это аллегорическое понимание. И вот как это вошло вот эти два перевода три с лишним десятка лет тому назад, так до сих пор оно и тянется, хотя на самом деле это не имеет никакого отношения к действительности. Что такое Пшат? То есть это с точностью да наоборот. Поэтому и не понимая здесь, переводчик пишет парадоксальным образом Медраж кажется более буквальным, чем простой перевод. Это не парадоксальным образом, Медраж всегда буквален. Это Пшат не буквально. А поскольку привыкли писать, что Пшат это буквальный перевод, поэтому и вышло здесь у него как-то так парадоксальным образом Медраж более буквально. Еще раз объясним это правило. Что такое Пшат? Пшат простое понимание текста. Простое понимание текста оно всегда не буквально если как в данном случае простое понимание хотя написано в ям дубе такти то и встали они в подножье горы пшат всегда начинается с того что со слов имеется в виду даже если они не написаны их обязательно сказать что хотя написано в подножье горы имеется в виду что стояли у подножья горы так работает пшат или еще пример скажем один из самых самых начальных примеров книги берешит сказано про авраама когда авраам отправляется в россии сраэль он берет с собой все свое имущество в это нефиша шерасуды харан а также и души которые сделали в харане какой здесь пшат пшат здесь имеется в виду авраам же не делает души он же всего лишь человек души он делать не может души всевышний создал а имеется в виду души то есть рабы которых он купил как как и на руси называли их душами кто еще помнит мертвые души и и так далее то есть рабы которых он купил почему это называется сделал да потому что так мы говорим так мы употребляем то есть это всегда метафорическое подобного рода подобного рода метафорические выражения как мы говорим делать деньги он сделал большие деньги точно так же и здесь это пшат мидраж говорит нет нужно понимать буквально как написано что написано сделал души значит авраам сделал души как этому авраам делал души объяснимка это люди которых авраам приблизил к вере для таких людей приближение к вере это заново родиться заново родиться нам дал новое рождение поэтому он их сделал это мидраж так тоже всегда кто же буквален пшат или драж драж мидраж он буквален то есть он требует буквального не простого а буквального и в результате всегда достаточно сложного понимания текста а пшат пшат не буквален пшат всегда это иносказание имеется в виду точно так же здесь говорит раши то что написано и встали они в подножье горы это не парадоксально а это естественно пшат что они встали у подножья горы рядом с подножьем хотя написано в подножье говорит мидраж написано же в подножье обязательно если прочитать это буквально значит они стояли в подножье как это может быть это сложно объяснить но объяснимо гора приподнялась нависла над ним и теперь только стоит объяснить а зачем и для чего почему гора должна была написано это написано а почему гора должна была подняться и нависнуть одно объяснение мы уже дали хупа если есть жених есть невеста то над ними сейчас хупа другой стороны наши мудрецы говорят что был здесь некоторый намек еврейскому народу а именно если вы принимаете тору то хорошо а если нет если вы откажетесь получать тору то вечно же законы гравитации будут действовать они же могут начать и действовать гора может приземлиться и накроет вас здесь будет ваша могила то есть здесь было принуждение так действительно говорить талмуд что при получении торы на горе синаи было принуждение вопрос дополнительно возникает вопрос но ведь еще до того еврейский народ уже сказал мы же сами сегодня это прочитали и пришел муж и и зазвал старейшин народа и изложил им все эти слова которые бог заповедовал ему и ответил весь народ вместе все что говорил бог исполнен уже согласны после того как согласна зачем же принуждать если человек уже все ягодца согласен зачем ему рукой мораль объясняет что несмотря на то что евреи выросли согласие принимать тору всевышний после этого все-таки навязал для того чтобы показать что на самом деле другого выхода и не было был предоставлен выбор выбирайте хотите или не хотите но на самом-то деле выбора не было потому что весь мир был создан ради того чтобы при помощи тору цель сотворения мира она заключена в торе и если еврейский народ не принимает тору тогда тогда весь мир не имеется никакого оправдания для своего существования приняли ее по своей по своей свободной воли было свободное желание но за этим стояло еще дополнительно что на самом-то деле по-другому было невозможно это ответ мораль есть еще целый ряд ответов из медраж медраж танхума который говорит что следует различать между письменные торы и устные торы что касается письменные тору то письменную тору приняли с большим удовольствием почему бы нет на короткая она маленькая с ней вполне можно жить а вот устную тору всю эту колоссальную 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 науку со всеми со всеми тонкими и мельчайшими деталями вот на этом на это нужно было уже принуждение ответов здесь много будет но так или иначе было здесь принуждение в момент получения торы гора нависла над еврейским народом не только как хупана джеником и невесты но и как напоминание том что на самом деле по-другому и выбрать невозможно читаем дальше а гора синая вся дымилась от того что бог сошел на нее в огне и от нее подымался дым как от печи и вся гора сильно содрогалась и звук шофара становился все сильнее сильнее и сильнее муше говорил и бог отвечал ему голосом что это значит странно мы-то думали что ценаевское отравление это значит что всевышний говорил а муше слушал а здесь написано муше говорил всевышний отвечал ему голосом как это понять муше говорил и передавал заповеди израил то есть после того как заповеди были высказаны муше он передавал их еврейскому народу но поскольку систему усиления звука у него не было он должен это был передать народу который составлял по самому скромным подсчетам два с половиной а то и три миллиона людей поэтому как говорит рашид дальше муше передавал заповеди израиля всевышний помогал ему давая силы чтобы голос его становился громче и был слышен всюду чтобы всюду и везде по всем уголкам стана израиля все те кто вышли тогда и стояли в подножье горы синай чтобы все это слышали ведь от самого всевышнего стоп гвитарши но мы столько только недавно мы сказали что на горе сина еврейский народ слышал от самого всевышнего верно но не все а только первые два речения я бог твой который вывел тебя из египта и пусть не будет у тебя других богов передо мной вот это то что все слышали а после этого еврейский народ попросил если можно чтобы это чтобы это закончилось больше выдержать такой такого напряжения такой такой мощи почти непосредственного контакта с богом не могли и попросили если можно теперь пусть будет по другому чтобы муж я слушал и передавал нам мы уже убедились мы уже удостоверились мы слышали ровно то что слышал муж и и потом когда он нам пересказал мы поняли что он пересказывает нам слова слова у нас больше нет сомнений больше не сомневаемся в нем пусть теперь он слышит и рассказывает на но для того чтобы рассказать нам ему нужен очень сильный голос а чем больше человек говорит тем голос его слабеет и слабеет у него тоже уже слабеет поэтому сказано муж я говорил то есть повторять те заповеди которые всевышний ему дал и бог отвечал ему тоже здесь был диалог отвечал им имеется ввиду он помогал ему голосом давая ему сильный голос так чтобы было слышно всюду и везде и бог сошел на гору синай на вершину горы и призвал муж и к вершине горы и муж и взошел и сказал бог муж и спустись предостереги народ чтобы они не прорывались увидеть бога и много падет от него и священники приближающиеся к богу тоже должны себя осветить чтобы не поразил их муж и сказал к богу народ не может зайти на гору синай потому что ты предостерег нас сказав огради гору и освети ее что значит не может запрещено это да было сказано что нужно очертить всю гору чтобы провести границу и чтобы никто не пересек эту границу чтобы никто не поднимался потому что не может раша отвечает мне не нужно предостерегать их ведь они уже слышали предостережение это три дня назад и она и сегодня остается в силе поэтому народ не может зайти что имеется ввиду имеется ввиду у них нет права на это снова здесь не может понимать это буквально нет пшат безусловно нельзя понимать буквально имеется ввиду хотя сказано не может не то что физически не может может еще как может только не имеет права вот что имеется здесь не маги не сказал ему бог иди спустись и поднимешься ты и арон вместе с тобой а священники народ пусть не прорываются восходить богу чтобы он не поразил их всевышний здесь повторяет ему он еще выше сказал иди спустись к народу и предупреди их чтобы никто не поднимался чтобы да не не надо уже есть запрета все помнят что нельзя всевышний нет спустись и предупреди их как понять этот диалог говорит раши иди спусти и предупреди их во второй раз вторично так уже больше не надо надо второй раз надо почему ведь человека побуждают к действию как перед совершением действия, так и при совершении, то есть, если я, это уже педагогический прием, если я кого-то предупредил, пожалуйста, не делай так. Завтра, предположим, завтра у тебя будет какое-то такое действие, так вот смотри, там так-то и так-то не делай. Понял? Понял. Ну, я его предупредил, все нормально, нет, предупреди его еще раз, когда бешат массы, в тот момент, когда он это делает. Необходимо предупредить эти второй раз. И это то, что здесь мужик получает. Верно, был дан запрет, они его помнят, еще три дня тому назад был дан этот запрет, все равно сейчас пойди и предупреди их еще раз, чтобы никто не приближался к горе. «И говорил Бог все эти слова, я Господь Бог, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, да не будет у тебя богов, других богов передо мной». Уже чуть было я хотел сказать, ну, вот это самые первые две заповеди из десятисловия, из декалога. Тут же остановился, вспомнив, что на самом деле вовсе не все согласны, что первая фраза является заповедью. Я с самого начала оговорился, что десяти заповедей здесь уж точно нет. Может быть, девять, может быть, одиннадцать, может быть, двенадцать, но уж точно не десять. Здесь есть десять речений. Так вот, по поводу первого речения, существует большой спор, заповедь это или нет. Один из важных очень мыслителей испанского еврейства конца пятнадцатого века, Рабихис Дай Крескас, пишет так. «Огромную ошибку делают те, кто считают, что верить в существование Бога – это одна из заповедей». Из самого названия и определения явствует, что заповедью становится только то, над чем властны воля и выбор. Поясню его слова. Хотите сказать, что вот это самое первое предложение – это заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта». А в чем тогда эта заповедь? Верить в Бога? Что это заповедь, которая обязывает верить в Бога? Но это же нонсенс. Потому что заповедь – это то, над чем властны воля и выбор. То есть понимает Рабихис Дай Крескас, что вера – это не та вещь, о которой можно повелеть. Вера – она либо есть, либо ее нет. Выбор здесь и воля не властны над этим. Если я верю, тогда я верю и без того, чтобы мне повелели. А если я не верю, то хотя мне и повелят, то это все равно мне не поверит. Хорошо, я обязан верить. Но не верится. Выбор и воля властны над, прежде всего, над человеческими делами. Можно сказать мне, вот тебе заповедь, обязанность, соблюдай субботу. Это да. Могу не соблюдать, могу соблюдать, есть возможность. Или сделать что-то. Надеть тфелин, сказать шма. Вот здесь есть заповедь, которая относится к тому, что определяется человеческим выбором. Но вера же в существовании Бога не подвластна выбору и воле. И поэтому не может быть предписана в виде заповеди. Отдельный вопрос, который нужно было бы задать, а откуда вам известно, Квадарав, что вера – это вещь, которая не может быть предписана в виде заповеди, что она не подвластна выбору и воле. На первых, издая крескос, не приводит доказательств. Для него это очевидно настолько, просто очевидная вещь, что даже не нужно это аргументировать, что вера, она либо есть, либо ее нет. Это не то, что подвластно выбору и воле. Но и с этим утверждением вовсе не все согласятся. Так или иначе, позиция, с которой рабих издая крескос отрицает то, что первая фраза в Десятисловии – это заповедь, то, что вера вообще не поддается волю и выбору. Уже почти пошли дальше, но здесь был запрос. Если гора Синай нависла над народом, то где была очерчена граница, которую евреи не могли пересечь? И как бы они могли бы теоретически взойти на гору, если она висела над народом? Хороший вопрос. Имеется в виду, до того, как гора была поднята, до этого была граница. Эту границу нельзя было пересечь. А уже когда собрались вокруг нее, встали вокруг горы, так, где нужно было стоять, тогда она уже приподнялась. В тот момент, когда она уже приподнялась, тогда уже нет запрета зайти на гору, ибо она находится наверху. А стояли, стояли тогда в подножье горы. Очевидно, так нужно это понимать. Вернемся к вопросу о первом предложении в десяти словах. Из отрицающих то, что первое предложение является заповедью, у нас еще и Дон Ицхака Барбанет. Он пишет так. «После того, как старей жены и наши мудрецы, каждый по-своему объяснили свое понимание этого речения». Так правильно его называть, не заповедь, а речения. Дибер. «Я тоже не стану держать язык за зубами и выскажу свое толкование». И вот оно. «Я, Господь, не является заповедью и не предписывает ни веру, ни какое-либо действие, а служит введением к заповедям и предостережением, которые сказаны в остальных речениях». Итак, первое речение не заповедь, а оно только введение. И что это введение говорит? Дальше есть заповеди. Кто дает заповеди? Всевышний. А кто он такой? А вот об этом первое как раз речение. Это необходимо, это первое речение необходимо для того, чтобы вразумить, кто есть сей произносящий их, кто тот, кто произносит заповеди, кто тот, кто повелел заповеди. На это отвечает самое первое, самое первое речение. Всевышний представляет себя. Это его как бы, грубо говоря, визитная карточка. Кто я такой? Я тот, кто вызвал вас из Египта. А вот теперь слушайте заповедь. Раз, два, три, четыре, пять. Но первое речение – это не заповедь. Оба и Рабихездай Крескос, и Амурбанель, кстати, они приблизительно одного, оба из Испании приблизительно, в общем-то, они современники. То, что они так заядло спорят с тем, что это не заповедь и никоим образом оно не обязывает веру, наталкивает любого читателя или слушателя на понимание того, что есть кто-то, кто утверждает, что это действительно заповедь и заповедь, которая обязывает веру. Случайно, это Рамбом. Рамбом в книге заповедей Сейфера Митсвот пишет, первая заповедь – это повеление, предписывающее нам веру в Бога, это значит, что мы должны верить в существование истока и причины всего сущего, как сказано. И где же это сказано, где эта заповедь записана? Рамбом – я, Господь, Бог твой, то есть, это как раз самое первое речение из десятисловия, то, что было сказано на Горесиной. Итак, Рамбом понимает, что заповедь здесь есть в этой первой фразе, и это заповедь веры в Бога. Дополнительный аргумент – те, кто спорит с Рамбом и говорят, что невозможно описать это первое речение как заповедь, аргумент логический. Звучит это приблизительно так. Если есть заповедь, я должен подчиняться, потому что кто-то мне заповедал. А кто мне заповедал? Бог заповедал. А что он мне заповедал? Он мне заповедал верить в то, что он есть. Если я до того, как мне заповедали верить в то, что он есть, если я еще не верю, то как я могу получить от него заповедь верить в то, что он есть? Не может быть такой… Это логический… Это парадокс. Здесь есть ловушка логическая Не может быть так, что кто-то повелит мне Я обязываю тебя, чтобы ты верил в то, что я есть Но если до того, как ты меня обязал, я не верю в то, что ты есть То и то, что ты меня обязываешь, меня тоже не обязывает Потому что я не верю, что есть тот, кто обязывает Вот и все Вместе с тем, несмотря на то, что эта логическая ловушка Казалось бы, очень проста и очевидна И это, пожалуй, да позволено будет сказать аргумент Более сильный, чем аргумент, который утверждает Например, издай креско, что вера – это состояние И не подвержено воле И либо человек верит, либо человек не верит То почему Рамбам все-таки считает, что заповедь первая здесь заложена И в словах «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта» Содержится заповедь веры А Рамбам просто идет след за Талмудом В Талмуде, пожалуй, есть доказательство очень четкое От того, что Талмуд понимает, что здесь заповедь Где это сказано? В трактате Макот Сказано там так Говорит Раби Симлай «613 заповедей были даны Муше на Синае» Тарьяг Митсвот, 613 Откуда мы знаем, что это 613, а не 587, а не 396 или 489 «Всякий, кто держнет, предположит, что существует» Извиняюсь, перескочил строчку «Сказал Равамнуна, почему сказано о ней Тора цива лану Муше Тору заповедал нам Муше То есть то, что мы слушали от Муше, это Тора Тора в числовом значении гематрия 611 Очень просто Тав и Рейш, это 400 и 200, 600 Есть у нас еще Вав и есть Гей 5 и 6, 11 611 611 заповедей мы услышали от Муше А были еще две, которые мы слышали непосредственно То есть самую первую «Анухи вело елеха» «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта И пусть не будет у тебя других богов, кроме меня» Точка Теперь, если я останавливаюсь здесь Спрашиваю, что написано в этом месте в Талмуде Талмуд говорит Со слов Раби Семлая 613, чего не речения 613 заповедей мы получили в Торе И где же есть на это намек? Продолжает Рави Мнуна Я вам скажу намек Тора цивала на Муше Тору заповедал нам Муше То есть 611 заповедей мы слышали от Муше А две, две чего? Две заповеди Они просто два речения Мы слышали непосредственно от Бога Таким образом Талмуд черным по белому Называет это самое первое речение Анухи Ашема Лукеха «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта» Называет ее заповедью Поэтому и Рамбам след за Талмудом Пишет, что это заповедь Только Рамбам объяснил нам А в чем, собственно говоря, содержание Это заповедь Это заповедь, которая повелевает верить в Бога Но логические проблемы Они остались Действительно Рамбам идет след за Талмудом И Талмуд обязывает сказать, что это заповедь Это все верно Но нам остается ответить на все поднятые возражения А именно Возражение Рабиха Как может быть заповедь о том, что не подвластна воле и выбору Ведь вера, либо она есть, либо ее нету Если я верю, то мне не нужна заповедь А если я не верю, то можно мне заповедовать до завтрашнего утра Я все равно верить не стану Либо верится, либо не верится Второе возражение Это возражение логическое Тоже А именно Если мне кто-то должен Если кто-то мне велит верить в то, что он существует То к этому велению я не могу серьезно относиться Ибо я еще не верю до того, как он мне повелел Я еще не верю, что он есть А кто сказал, что он вообще есть Я добавлю третий вопрос В заповедь она очевидна Означает, что что-то нужно сделать Заповедь веры А что же нас обязывает делать И еще Рамбам уже в Мишне Тура В законах об основах Туры Он пишет основа основ и стол будрости Знать, что есть сущный, кто существует привечно То есть основа основ – это знание о том, что есть Бог Вот здесь пользуется не словом вера А пользуется словом знание Если знать, что есть Бог – это обязанность И возможно знать То что же такое тогда вера Как это понимать? А уж тем более те, которые понимают, что вера – это замена знаний То есть то, что я знаю Это не подлежит вере А вере тогда, когда не знают Например, я не знаю, заплатит ли мне в конце месяца зарплату Но я верю, что ее заплатят Это еще понятно Но в то, что я знаю Почему нужно верить в то, что я знаю? Как же так получается у Рамбама? Отдельно знание, отдельно вера А что такое тогда вера? Если уже есть знание Все это вопросы, которые требуют более серьезного изучения И им будет посвящен отдельный урок А пока что закончим еще вопросом Первая заповедь – это не представление Вопреки Абарбанелю Все же тоже заповедь Одно из двух Абарбанель в данный момент То, что мы зачитали этот отрывок Он выставляет свое мнение против мнения Рамбама В дальнейшем Абарбанель объясняет и Рамбама тоже Но он противопоставляет В отличие от Рамбама, который утверждает Что в первых словах содержится заповедь Абарбанель утверждает, что это не заповедь Выскажу свое толкование, говоря Я Господь не является заповедью И не предписывает ни веру, ни какое-либо действие А что же это такое? А это введение к заповеди Всевышний представляет себя Кто такой? Тот, кто будет сейчас давать заповеди Это тот, кто ввел вас из Египта Но здесь нет никакой заповеди Здесь нет никакого веления что-то сделать В двух словах только закончу Это очень похоже на то, как рассуждается Десятью речениями Всевышний создал мир Если мы считаем, сколько раз Всевышний сказал Да будет, получается не десять, а девять Это у нас вечно Как только что-то начинаем читать Вечно концы с концами не сходятся Говорят, десять, считаем, сколько получается? Девять Говорят, ну да, да, совершенно верно А слово «берейшит» в начале Это тоже дебу Это тоже одно из речений Но в этом речении ничего не сказано И кому оно было сказано Так вот, это самое первое речение в начале В начале создал Бог В начале Это введение Это рамки, в которых уже в дальнейшем Будут действовать девять остальных речений Которые формируют весь мир Точно так же здесь Это самое первое заповедь по Барбанелю Самое первое речение, простите Это не заповедь Но это создание рамок В которых в дальнейшем уже будут сказаны заповеди А эти рамки какие? Я Господь Бог вас, который вывел вас из Египта